А вы знаете хоть один музей, который терпел кораблекрушение? А мы знаем! Два года этот ледокол в разобранном виде на перекладных везли в современную листвянку. Он проходил испытания в проливе Ла-Манш. Его построили на верфях Великобритании. Фирма из города Нью-Кассел выиграла, как сейчас говорят, тендер на его постройку. Ледокол Ангара был спущен на воду 25 июля 1900 года в селе Лиственничном. Он, как и положено ледоколу, прокладывал дорогу во льдах озера Байкал. А лед у нас местами встает больше метра. В Гражданскую войну его вооружили двумя пушками и четырьмя пулеметами. А потом, в 1929 году, произошло настоящее кораблекрушение. На пути из Чувыркуйского залива ледокол едва не затонул. Больше 10 лет ледокол Ангара находился на ремонте. А в 1962 году был вписан. Дальнейшие времена были сложными. В результате поджога судно выгорело почти полностью. Благодаря огромному количеству активных иркутян, которых вдохновлял своей энергией бывший глава города Николай Салацкий, Ангара в 1990 году была отреставрирована. С тех пор ледокол Ангара стоит на пристани в микрорайоне Солнечный. И здесь располагается отдел Иркутского областного краеведческого музея. Путешествуй по Иркутску с проектом в поле зрения. Путешествуй по Иркутску с проектом в поле зрения.